ты запись нажал точно круто всем здравствуйте мы всех приветствуем дорогие гости мы всех приветствуем дорогие гости подписчики нашего канала с вами как-то сергей макс и сегодня поговорим на одну из горячо любимых наших тем мы поговорим про обновки про обновленные старые модели про новые модели ну и собственно про то чего давно не было в продаже но все очень давно хотели снова увидеть на полках и так начнем я думаю мы с ножа srm 238 ну что рассказывает срм продолжает радовать обилием бюджетных ножей с интересными дизайнами эдакий бармалейский ножик серьезно похож на 7 не знаю насколько это верно ну да ладно мне очень радует этот чел неожиданно большой как раз тот случай когда все не страшно класть пальцы и можно спокойно нож открыть работает отлично как из поеде флип так и амбилок вот в остальном повторяю конструкции аникогенов-муженов некоторых срм октой CHANE это металлическая пластина в накладках ну относительно новое но не так давно появишься тема конструкции когда пластина загнута и на нее монтируются видео обpic I внесется самая древняя форма ножа то есть просто металлическая пластину в которой школа вставлены лезвие вот так или начер sevda относительно недавно и снова начали использовать главное отличие от основных срм последних всяких моделей Это отсутствие амбиклипа То есть это простая переставляемая клипса Займите, она уже переставляется А учитывая, что это амбилок, то нож будет удобен и правше, и левше Спуск высокий, довольно тонкое сведение Резачок будет мое почтение Ай, не а кто-то кусает Ну я бы вот, допустим, все-таки Чойл убрал Видимо Не знаю, ну не люблю я ножи И считаю, что все-таки 2 см режущие кромки для меня были бы полезнее 2 см ты здесь не впихнешь? Я очень постараюсь Но в целом, да, соглашусь Прекрасная механика Очень мягкий подшипник Легкое открытие Спайди Ахт Ну не умею я спайди Ахтиш Спайди Ахтиш Ахтыш твою жужь Спайди Ахти Ну, по хватам, да, то есть нож довольно-таки тонкий При его конструкции плоский Есть упор, собственно, на насечку Можно взяться поглубже Можно перехватиться за Чойл И положить указательный палец для более точного реза Перехватиться Да, и в целом, ну, нож довольно-таки удобно лежит в руке Там по себе Сталь Сталь? Сталь? Сталь Сталь Д2 Последние модели были на 10 хром 18 На Д2 у них были, по-моему, 90-201 Сейчас вот моделька где-то в этом же бюджете вышла Ну, кстати, чуть-чуть похожа Но потяжелее и поприятнее механика Все были на шайбах Мне прям нравится То есть, ну, реально, то есть, как бы, современный городской нож За разумные деньги С отлично работающим испайди флипом И, как бы, возможностью играться с помощью амбилока Плоский, легкий, прекрасно садящийся на карман Мягкая клипса Совершенно не мешающий передвигаться Легко снимать Легко оперировать Ну, блин Тем, тем, кто присматривает хороший вкладной нож за разумные деньги Очень советую обратить внимание на эту На эту новымку, вставление, сказать Это был нож CRM238 Поехали дальше Посмотрим, что еще поступило О чем дальше? А, собственно, Найс Гай Тупый вопрос, я же знаю, о чем мы будем дальше рассказывать Найс Гай у компании Кайтер 154 А, нет У меня 154 У меня не трави Логично У меня модель в руках На карбоне У меня на алюминишке Блин, в алюминишке он смотрится очень благородно Тут ничего не попишешь Фактура, текстура Здесь аналог софт-тача Тактильно офигенно, приятный алюминий Да, но есть у меня подозрение, что это об кармашках-то обдерется Обдерется достаточно быстро Хотя вид будет рабочий вполне себе С другой стороны, что мы тут имеем? Практически невесомый ножик Довольно тонкий сведенный С высокими спусками Чертовски приятно лажающийся в руку С насечками и у основания И ближе к кончику клинка То есть можно упереться, что-то построгать Клипс переставляется Довольно крупное темлячное отверстие для такого ножа Прекрасная механика работает просто бомбически Вот, на карман садится Давайте посмотрим, как это будет работать Оп, совершенно Негодяй Ничего, ничего Тут я с Серегой соглашусь Версия в карбоне будет более практична с точки зрения носки Версия в карбоне в данном случае легче Потому что, собственно, лайнера здесь меньше, чем сама рукоятка И они утоплены Минимум материала Да, сталь 154 СМ Нитровина, чуть поинтереснее, понеобычнее будет У нас 154 СМ было много ножей Мне он напоминает мини-версию ножа Брат От того же Кайзера Но Брат был интегралом Здесь все-таки монтаж немножко другой Отличный современный городской нож Он невесомый Небольшой, невесомый Нет колющего кончика То есть маслица намазывают довольно-таки удобно Тонкий обувь Относительно больших ножей И в целом довольно-таки симпатичный карбон Причем это не ламинат Это именно полноценный карбон А по поводу веса разрешите, коллега? Ну, это заметно В полтора раза точно тяжелее Заметно легче Радует открытый монтаж Радует открытый монтаж То есть промыть-продуть никаких проблем у нас не будет Клипс мягкая Извини, я кое-что проверю Проверю Ну, собственно, по весу В обеих моделях ножа Лайнер стоит только с одной стороны Со стороны клипса в данном случае Здесь лайнера что на алюминии, что на карбоне нету Поэтому, собственно, и легче будет Помимо всего прочего Но в алюминии впрессованы латунные шайбы Куда можно переставить клипсу А в карбоне? Плюс немного разное В карбоне тоже Сатин немножко разный, на мой взгляд Но не критичный Алюминий, конечно, очень приятный Прям софт-тач Но, блин, нам жалко, если будет царапкаться С другой стороны будет вид красивого затертого ножа Бывшего в использовании Такой карманный кастом Ну, слушай, это та новинка от Кейзер, которую мы ждали Мы смотрели на картинках, он нам очень нравился Вот, наконец, приехал, мы прям все в восторге Моделька Найс Гай Посмотрите Смотрим дальше Продолжаем продолжать Обновленный дропбир Карбон Обновленная версия дропбира Да, версия в акриле Не дожила до этого дня Разлетелась буквально за два дня Ну, слушайте, это классический Как бы Дропбир Рассказывать про него Рассказать что-то новое про него невозможно Да, это версия Найл Максим Мне, например, очень нравится расцветка С одной стороны леопердовый С другой какой-то такой, знаешь, леоперт-мутант Снежный барс, который замерз, поэтому синим стал Слушай, ну и всей линейки мне больше нравилась версия, которая похожа на подсолнухи Зелено-желтая Тоже довольно приятный карбон Но здесь многих, наверное, зацепит, скорее всего, Марк Сталин на клинке Элмакс Ножей в ней сейчас не так много Но почему-то у нее очередной всплеск популярности Я вангую, что дропбиры, особенно не бюджетных стайлик с бюджетными рукоятками Займут меньшего плюс-минус того же элемента Ну, в целом, да, только чуть-чуть подороже, грубо говоря Чуть-чуть подороже, но они поинтереснее Здесь, ты понимаешь, и аксисы Главное, прямой спуск и не D2 Золотые слова Многим это не нравится Хотя по типоразмеру похоже Нет лайнера, который тоже всем надоел Хотя аксис сейчас пихает тоже почти во все модели Но дропбир более объемный И, возможно, да, все-таки Максим прав Элементом он нет-нет, да и вытеснит Ну, это, собственно, старая модель в новом исполнении Которая недавно приехала Есть еще одна новинка А самая вкусная будет в конце Обязательно досмотрите ролик Это тоже... Я увидел это только на картинках Фиксик? Фиксик Кайзер Грум Что скажете? Увас Несколько растерянностей Ну, ты у нас фиксы, горфиксы не сильно любишь Слушай, по мне довольно-таки интересный дизайн Клинок похож на Снекс От того же Винаева То есть, соответственно, режущие характеристики у ножа должны быть Ну Если не аналогичные, то не сильно хуже Потому что все-таки сведение у него чуть-чуть потолще, чем у того же Снекса Небольшая рукоятка Выглядит, собственно, как два треугольника с двух сторон состыкованных Довольно-таки Ну, она трехпалая То есть, чтобы видеть, да, он тремя пальцами зажимается Можно взять в четыре Уперевшись в чойл И сохраняется опасность все-таки сесть пальцем на вот это вот острие Но нож не для силовой работы Это же упаковочник довольно-таки элегантный Шейник То есть, есть крепеж Причем теклок мини здесь стоит Он вужин Зауженный на одно отверстие, да, то есть два ряда Клепок Также защелкивается Та же самая блокировка Можно открутить, повесить нож на шею Ну, что довольно-таки по лету будет гармоничнее Смотреться даже деньки на пляже Вполне, почему бы и нет Единственное, что стали здесь у нас у Грума Господи, на чем он стоит, я забыл Ты не помнишь, Максим? Д2 Д2, соответственно, да Пока он черный На пляже жить будет Но кромочка может покрываться петингом Тебе он что, совсем не понравился? Друзья, вот представь, жил и себе представить Сережу, знаешь, такого В купальных шортах И вот с этой штукой Шагающего по пляжу Чтоб ты понимал, шагающим по пляжу Я гулял с Secret Edge От компании Cold Steel А он немножко побольше Нет, я к чему Ну, да, это скорее какой-то нож для городских нож Причем при том, что он довольно толстый в обухе С видением, вот он тоже тонким, мне назовешь Ну, да, снег тонкий Здесь вполне себе такой силовой кончик Ну, люки поднимать я бы все равно не стал Я имею в виду относительно его размеров И там возможность ухватиться буквально тремя пальцами Покласть пальчик в этот чуэл Я бы опасался Все-таки первый наш сегодняшний фигурант был несколько практичнее в этом смысле С другой стороны, всем любителям горфиксов За очень, надо сказать, разумные деньги Нож очень недорогой вышел Рекомендую обратить внимание Да, наверное, в качестве ножа шейного Или городского фигса на поясе Будет очень даже ничего В харизме ему не откажешь В харизме ему не откажешь В остальном, ну, вот на меня не произвел Такое впечатление На картинках он мне нарядился больше Ну, еще интересное решение С удлинением вот этого вот отверстия Сюда и темляк Можно завязать какую-то оплетку импровизированную Вполне себе сделать Слушай, и вот я не пойму G10 это или карбон Похоже на... Нет, это очень похоже на хитро обработанный карбон Посмотри, видно плетение Здесь вот... А, слои, все правильно Карбон такой тоже есть А что вам говорит производитель? Карбон Карбон Я был прав Ну, соответственно, нож Грум От компании Кайзер Тоже новинка Едем дальше Следующий по порядку, но не по значению Нож мини-группер На столе Нитро-В Да Две версии Не-не, у меня тоже на Нитро-В Рукоятка карбоний Классического плетения Соответственно, высоченный Ну, секунду Все отличия Черный клинок, белый клинок Карбон одинаковый Что? Что? Клипс переставляется Что? Монтаж Открытый, как мы любим Баттлок работает Волшебно Хотите, флипуете Хотите, открываете за баттлок Очень приятно Геометрия не бесспорная Ну, широкий клинок Хороший рез Но клинок наклонен Относительно центральной линии ножа Штука интересная Я не помню, как выглядит рыбка Группер Ну, я настаиваю, что все-таки это рыбка Чисто дизайнерски Есть два интересных замечания У меня, по крайней мере Во-первых Лайнера Да, сами лайнера закреплены в рукоятке Довольно-таки интересно Утопленные Да, смотри Помимо того, что они неутопленные Их видно сверху То есть такой дополнительный зацеп Запас прочности И баттлок Плюс С этой стороны Выемка Небольшая проточка Я не знаю, зачем она нужна Потому что здесь симметрично ее нет То есть, то ли это под палец То ли чего Мне кажется, все очень просто Это площадка, по которой скользит Здесь все еще баттлок Здесь-то она просто не нужна Ответная А вот эта-то зачем? Посмотри Тут прям Маленькая подпальцевая выемочка Довольно-таки интересно Может быть, для того, чтобы было удобно Как-то в пульсе Мы же не можем о ножах Только хорошие, да? У нас есть свои сомнения Вот то, что меня смущает в этом ножах Ты правил выточку сверху Да Это высокий баттон лок Если мы чуть неправильно Зажмем нож в кулаке Мы рискуем сделать вот так То есть Не дай бог, конечно Молотковый хват Штука интересная То есть С одной стороны Если делать это правильно Ничего не произойдет При острогании работе Но есть пара положений Где можно случайно Нажать эту кнопку И клинок у нас Прослабится При режущей нагрузке Ничего страшного не произойдет Но если мы заденем Где-то на обратном ходу Есть шанс порезаться В целом Дети, не делайте так Да, за нами вообще повторять Не надо А то, что мы плохому людей научим Зачем нам это? Серега! Выходи научи меня плохому Дальше Способ открытия Соответственно, как у любого флипера Много Благодаря механике Это очень даже доступно В целом Большой Ну, как большой Широкий резак Сам нож довольно-таки компактный Давайте посмотрим, как это на Core Mount садится Как всегда у Кайзера Ну, кстати Мягкие клипсы Изновь прибывшего У нас появились еще 255 SRM Опять есть И вот вам для сравнения То есть по размеру Они одинаковые Но здесь Довольно-таки Высокий спуск Сведение потольше Ну, более резачковый Такой столбой А на удивление Весит он не намного меньше Чем 255 Типа того Ну, слушайте Повторюсь, дизайн не бесспорный Меня на самом деле Пугает вот эта вот история с батонлоком И возможность чего Каким-то образом Случайно нажать Аналогично Это единственное Что меня в нем напрягает В остальном В остальном Не лишен своего обаяния Никакой такой Хычной В внешности Мне вот форма как раз нравится Но я бы взял с белым клинком Черный как Не рыбка Он даже птичку Наверное Возможно Пупугая Может быть, птичка-группер Может быть Не биолог Ну что ж Осталось совсем немного, друзья Едем дальше Так и шлема Этот потный пот Пытается заставить нас Списать сценарий Давай работай А теперь он скажет Что это в видео Он не вставит Давай работай Давай Слушай, из интересного Но Саб-3 От того же Кайзер А тут вот Твой любимый Тактично-приятный Алюминий Тактично-тактильный Тактично-тактильно-приятный Что мы тут имеем Во-первых Это 154 Си Прекрасно работающий Аксис Механика И аксис Великолепно Прекрасно Клипс непереставляемая Я бы мягко Ее слишком тоже не назвал Да, механика Мое почтение С другой стороны Ножик прям вот Летает Как садиться на карман Сидит красота Кстати, вполне комфортно Приятно Он, кстати Вопрос Нет, опять же То, что обтреплится Алюминиевая рука Это на бог с ним Ну, слушай Что он здесь? 154, да? Он похож на Найс Гай По Габаритам Найс Гай мне нравится больше Размером Хотя, надо сказать Что здесь вот Как-то вот Особенно удачно Сделан вот этот выступ И на На нож ложится Палец на Выступ сверху И пользоваться Им будет удобно Шведен он Довольно конски На цены У меня есть маленькие Сомнения Если посмотреть На профиль Нажат То это, блин Ручка от Мини Гриптилиона А клинок от Крысы Мне как-то Мне напоминает Какого-то Бенча Ну, я же тебе говорю Ручка от Бенча А клинок от Крысы Второй От маленькой Ontario Red То есть Довольно-таки Забавный гибрид По-моему Получился Совсем Сделать плоскую спинку То может быть Ну, в той или иной степени То есть Бенчевская В профиле Здесь, безусловно Есть Бенчевская Крещина Ну, бог с ним Пожалуй, соглашусь Хотя нет От крыс Вижми Гриппокрыс Да, гриппокрыс Крысогрип Твоими рогатой крысы Превозмогай Да, лейнера Она тоже утопленная Облегченная С одной стороны По-моему Тоже его нет Нет, они с обоих Здесь с обоих сторон Лейнера Довольно большие выборки За счет этого И вес Достаточно Небольшой Механика Ну, блин, мое почтение Работать можно как хотите Наш подойдет Правши-левши Абсолютно За исключением Факта Непереставляемой клипсы Ну, в этом да То есть Один маленький Минус Непереставляемой клипсы Это не так уж критично В целом Довольно интересно Нож получается Но опять же Ну, как и хищный Тактикульный Хищный, да Для маленьких Тактиков Маленький Это для очень маленьких люков Я понял Скайуокеров Для маленьких Скайуокеров Бутылки открывать Ну, собственно Это еще один Наверное Заключительный Маленький Или относительно Небольшой нож В ролике И у нас остался Один кандидат Итак, последняя Новинка В сегодняшнем обзоре Нож Инвиктус Это компания Кайзер Инвиктус То есть Не покорен Будем надеяться Что это так Ну, что я могу сказать Лайнер Говори как есть Лайнер Маленький А нет С одной стороны С другой стороны Тоже есть Максимальная обличность Выборка Здесь мое почтение Прям вот Совсем тоненькие Лайнера получаются Ну, в смысле Ушки Механика Учда же Очень фактурная Микарта Мешковинка Такая прям сладкая Мешковинка Всегда очень приятная Кайзера Кстати, вот этот Момент опять Ты сейчас А, все Я хотел спросить Чем ты это сделал Сступает действие Как бы и не сложилось Хотя Не должно Произойти Клипсы здесь Я не понял Непереставляемая Зачем здесь Вот эта пятнышка Стой Или это заглушка Да, ну еще Да, ну бросить Не, подожди Ее можно переставить Ну, на одну точку Или ты снимаешь Вот эту штуку Вынимаешь заглушку И там еще одна Это заглушка Все-таки это заглушка Да Потому что Никогда такого не видел Четкая грань Обратите внимание Заглушка из Микарты То есть она Выделяется только цветом И если сильно присмотреться Будет вот тут видно Собственно грань Скорее всего Когда мы выкрутим Вот этот винт Она отойдет Но так Создается впечатление Что какой-то ереси Здесь выборка есть Тут нет И можно попытаться Попытаться Снаружи А мне нравится Оригинальное решение Очень хорошо Молодцы Слушай, ну Спуск высокий Прямой Да, прям резачок Резачок Резачком Очень практичный Нож В течение Вот этого Неоднозначного Аспекта Слушай, ну мне Кстати Антипроворот Еще нравится Шестигранная Шлепка Асевого винта Чтобы не разгрузилась Будет держать Очень даже надежно Выборка Видно под кнопку Под пружинку Которую ее держат То есть Геометрически Очень интересный нож Небольшой Я бы не сказал Что он прям сильно Прижать и впивается В руку Ничего никак не впивается Рукоетка достаточно широкая Но при этом Куда объемы дает Нормально Заполнение нормально При этом нож Совершенно не тяжелый Что для городского Ножа сплошные плюсы Я считаю Да И собран Собственно всего На трех винтиках А когда Затрется Микарта Будет такой Золосняющий Приятный вид Будет смотреться Просто бомбисимо Красота Бомбял Бомбял Бомбимял Это же какой-то Кайзеровская бомбял Что ж Это был небольшой обзор На наши Новинки Обновленные старинки Давайте Делить мнение Комментарии По поводу того Что вам нравится Что нет Мы на этой Поднимесичкой Еще один момент Забыли Просто чуть не попало Пришли 238 СРМки Это более старшая Версия 255 Соответственно Заходите на сайт Есть два цвета Пока привезли Но быстро заканчиваются Легкий врез Друзья Пока